Дмитрий Гришин Его фонд Гришин Работикс в свое время инвестировал в компанию Арботикс, а через полгода после этого оснащенных гироскопами шарообразных и очень живых роботов Сфера заметили в компании Дисней. Стартап оказался под патронажем самого Боба Айгера, а в седьмом эпизоде «Звездных войн» появился дроид BB-8. Модель Сфера получила логичное развитие. Следующее поколение сферического робота, который назвали Сфера Спарк Эдишн, сохранил скорость в 7 км в час, но стал программируемым. А прозрачный корпус теперь дает возможность смотреть на то, что находится внутри робота и изучать принцип его работы. Такой подход лег в основу целой образовательной программы для детей, которую внедрила в американские школы компания Арботикс. В ходе обучения по этой программе дети могут в простой и понятной форме постигать основы программирования. Для этого создали приложение, которое доступно как для iOS, так и для Android смартфонов и планшетов. И даже придумали особый язык программирования на основе Си. Выглядит это примерно так. Ребенок в приложение отправляет роботу команду с помощью наглядных блок-схем, представляющих код. И сразу видит связь между программой, которая создает работой внутренних компонентов робошара, и его реакцией, что по задумке и должно стимулировать интерес к программированию. И похоже, это работает. Образовательная программа на базе Сфера уже используется более чем в тысячи школ. Впрочем, Арботикс не пионер в создании игровых занятий по программированию для детей. Первыми, наверное, в этой области можно назвать комплекты от LEGO. LEGO Mindstorms — это конструктор из сопрягаемых деталей и электронных блоков для создания программируемого робота. Первый набор появился еще в 1998 году. Позже, в 2006-м, вышла его более известная модель LEGO Mindstorms NXT 1.0. И это уже была не просто детская игра, а целая наука, объединяющая в себе элементы физики, математики, информатики, английского языка, да и вообще очень расширяющая кругозор. Сейчас же есть множество различных курсов для обучения детей программированию с помощью той же игры Minecraft или конструктора Osmo Coding, позволяющего программировать поведение виртуального героя при помощи физических блоков и iPad. Если уходить совсем в историю, то у поколения постарше тоже было свое программируемое устройство. Многие помнят такой шестиколесный танк с пленочной клавиатурой на верхней части корпуса. Это Big Track – программируемая игрушка, разработанная и выпущенная компанией Milton Bradley в 1979 году. Игрушка могла запоминать последовательность длиной до 16 команд и выполнять ее. Пример последовательности – двигаться вперед на 5 единиц, пауза, повернуться на 30 градусов вправо, сделать выстрел и так далее. Всего было выпущено более миллиона экземпляров. А сегодня похоже, что программируемые конструкторы и устройства – это такой вполне себе уверенный сегмент на рынке робототехники. На него начинают обращать внимание компании с программированием или робототехникой, казалось бы, не связанные. Но, как минимум, рассматривают это как вариант продвижения более привычных им технологий. Например, на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне в этом году на стенде Acer наша команда обнаружила конструктор, из которого любой желающий, в том числе и ребенок, может собрать собственного робота и даже управлять им со своего смартфона или планшета. Новинка получила имя Cloud Professor, то есть облачный профессор. В набор входит вычислительный модуль на базе конструктора Ардуино, к которому можно подключать всевозможные дополнительные аксессуары – от простых USB-адапторов до сенсоров пыли. А также специальный модуль, подключающийся к облачной платформе Acer. С его помощью, к примеру, можно наладить связь между собранным устройством и телефоном, не имея при этом никаких познаний в протоколах передачи данных. Другая не менее важная часть конструктора – мобильное приложение, в котором и происходит процесс обучения программированию. Приложение самостоятельно понимает, какие датчики подключены к Ардуино и автоматически запускает подходящий урок. Внутри приложения находятся не только уроки и система удаленного управления. Оно также включает в себя возможность свободно программировать. К примеру, можно писать на JavaScript прямо в приложении. Но это уже совсем другой, не очень детский уровень.